Добрый день, уважаемые партнеры, инвесторы, коллеги, все, кто неравнодушен к проекту, все, кто за проектом наблюдает, кто с нами сотрудничает. Всем добрый день. Вот у меня сейчас лежит передо мной в руках буклет. Когда-то мы начинали с него, смотрели все на этот буклет. Ну, я думаю, что у некоторых было сомнение в том, что вот это будет явью, но сейчас это явь. Флагштоков не хватает. Ну, и много другого. Но коробочка уже стоит, чебурашка. Уже стоит, и внешний вид его уже близок к тому, что было запроектировано. Ну, к чему это я еще веду речь? Когда мы начинали с вами в семнадцатом году эту работу, много было веру, не веру, верим, не верим, рассуждений, демагогий, всего чего угодно. Больше было скептика, высказывались чисто негативные оценки по перспективам развития проекта, что деньги разворуют, пирамида. Ну, вот она пирамидка, да? Ну, скорее всего, это не пирамида, а что-то фундаментальное, монументальное, крепко уросшее в землю раскинутым, опираясь на пристройки здания. Приятно видеть, когда ты там находишься, вот мы приезжаем, смотрим, а люди проходят мимо, и все с большим любопытством, интересом смотрят на это здание. Для чего мы с вами строили это здание? Для того, чтобы там разместить ПКТБ, проектно-конструкторское технологическое бюро, задача которой входила бы разработка новых приводов, двигателей, общепромышленного назначения, специального назначения, тяговых, всего многообразия. Более десятка тысяч разновидностей двигателей, плюс разработка, изготовление оборудования для их производства, плюс постановка производства, продажа разработок, собственное производство. Под этот пласт работ создавался это здание. Под эти работы закупалось оборудование, под это, под эти работы обучались специалисты. И сейчас обучаются, и сейчас работают. За последнее время произошли некоторые изменения, которые не видели, не наблюдали. Для кого-то это изменение, что-то. А для нас это плановая работа, просто она дошла до определенного уровня, когда мы начали делиться некоторыми результатами. И вы увидели, что помимо стройки, на арендованных площадях разрабатывался, встраиваемые приводы разрабатывались, мотор, колеса, много чего разрабатывалось. И сейчас в роликах вам начали представлять электроинструмент. УШМки, торцовочные пилы. В ближайшее время будут показаны другие инструменты с электроприводом. Но это уже прошло. Это уже свершившийся факт. Что же впереди? Впереди тоже свершившийся факт. Начаты переговоры о производстве встраиваемых двигателей и электроинструменты бытовой техники на их основе. Основе этого привода. В каком же состоянии эти работы? Эти работы дошли до того, что сейчас создаётся совместное предприятие в Китае. Создаётся она с той целью, чтобы минимизировать угрозы от вводимых санкций. Потому что напрямую компании сотрудничать побаиваются, потому что могут на них санкции наложить. А если промежуточная компания, ну, не так страшно. Не такая угроза проекту. И все, кто в бизнесе понимают, понимают, что трогать эту компанию бесполезно, потому что трогать, там уже запасная. Есть. Приготовлена. Такая компания создаётся. И для чего она создаётся? Для того, чтобы производить встраиваемый привод и инструмент на её основе. Что же послужило отправной точкой для принятия такого решения? Отправной точкой была оценка себестоимости привода. И когда китайские компании оценили и увидели, что наш двигатель стоит дешевле ротора, коллекторного двигателя. Это вот статор, ротор, подшипник, вот всё то, что встраивается. Это очень их заинтересовало. Но когда они посчитали себестоимость контроллера, то оказалось, что наш привод асинхронный дешевле существующих приводов, как коллекторах управляемых, так и обычных асинхронных, с классическими схемами на 50 Гц. И также он по себестоимости существенно дешевле, чем бель-диси двигатель с постоянными магнитами. Это послужило толчком к созданию производства Китая. И им послужило основой для принятия решений. Решение принято. Что дальше? А дальше встал простой вопрос. А сколько же, сколько же, изделия надо выпустить в первых партиях? По Китаю, там они прикидывают, занимаются своими прикидками, по другим странам. Сейчас стал вопрос о Российской Федерации. Сколько углошлифовальных машин, именно они будут первым изделием, нужно поставить сюда. На очереди торцовочное пилое. Потом еще, до конца года, планируется выпуск четырех видов продукции. Для того, чтобы эту продукцию продавать здесь, нужен специальный инструмент. Таковым инструментом для реализации всех этих планов и намерений будет служить создаваемый нами в настоящее время торговый дом Сов-Эл-Маш. С сегодняшнего дня можно считать, вернее, со вчерашнего. Вчера были куплены соответствующие доменные имена. Поэтому всех таких вот людей, предприимчивых, быстрых на подъем, просим не беспокоиться. Основные имена закуплены. Мы купили не одно имя, но и все связаны с ним. Все то, что вторично, можете, конечно, покупать, но для того, чтобы не повторилась та история, как была с партнерами, когда Сов-Эл-Маш Су-Ру-Фу-Му-Бу-Му, мы-Вы-Ты, и все запутались в этом дереве, в этом, во всем этом, каше. Чтобы такого не было, вход в торговый дом на сайт будет осуществляться только лишь с сайта Сов-Эл-Маш.ру. Будет там соответствующая иконка, нажав на которую будете попадать в торговый дом. Все иные пути, извините, поведут не туда. Сейчас наши сотрудники работают над созданием всевозможных необходимых средств, инструментов для этого дела. Так что я могу вас поздравить. С сегодняшнего дня торговый дом СОВАЛМАШ начинает свое функционирование. После сбора необходимой информации мы приступим к следующему этапу. Мы торговый дом будем юридически оформлять. Мы будем оформлять юридическое лицо в соответствии с законами Российской Федерации, которое будет аффилировано с компанией СОВАЛМАШ. С чем вас всех и поздравлю. Начало отчета 24 июня 2022 года, через 5 лет. Хотя эта работа должна была по планам начаться только в 2023 году. Поэтому коллектив делает все от него зависящее для того, чтобы минимизировать отставание, которое вызвано было объективными причинами и ковидом, и резкими скачками цен на материалы, удорожание проекта. И то, что сейчас специальная военная операция, санкции и так далее, мы делаем все для того, чтобы минимизировать все негативные факторы и достичь намеченных рубежей и поставленных целей. Спасибо всем. Большое спасибо за проделанную работу. Поэтому все то, что сделали, это проделано. Мы это сделали. Это уже прошло. Какая задача сейчас? Задача будет обстоятельствовать у нас сейчас очень серьезно. Необходимо будет к этой площадке привлечь как можно больше внимания. Ну и хитеры, пускай, тоже приходят. Они тоже люди хотят заработать. Поэтому надо как можно больше популяризировать, чтобы люди могли оставить свои заявки. Если хотят приобретать, будут приобретать инструменты. Я надеюсь, что нам удастся и мы планируем сделать так, чтобы все инвесторы имели скидки определенные на приобретение этих товаров. Потому что они уже инвестировали. Это их продукт. А затраты все равно надо покрывать. В убыток нельзя. Это не в их интересах же. Потому что кто-то же не купит, кто-то купит. Поэтому надо быть справедливым в отношении всех остальных. Также хочу отметить, что официальными дилерами априори полагаются все лицензированные обмотчики и все, кто мотал и пользовался славянкой. Использовал, применял на практике. Все эти специалисты априори дилеры. И даже если они захотят себе приобрести в единичном экземпляре инструмента, они будут приобретать их по дилерской цене. Вот та информация, которую я хотел до вас довести. То, что мы сделали. Поэтому хейте армой сочувствия участникам проекта. Мы и поздравляем. До следующей встречи. До свидания. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok